Какую обрешетку используют для монтажа сайдинга? Деревянную или металлическую? Сразу скажу, что мы используем и то и другое, но в тех местах, где это необходимо. В конце видео разберем часто задаваемые вопросы, например, почему американцы монтируют сайдинг непосредственно к стене без использования обрешетки. Небольшое вступление. Говорить мы сегодня будем только про сухой строганный брусок, который не так-то просто найти на рынке. Но зато это надежный вариант, который не ведет, не крутит и сайдинг на нем будет смонтирован ровно. Итак, давайте отталкиваться от задач. Нам необходимо создать вентиляционный зазор для выхода конденсата и выровнять стены. Так уж сложилось, что большинство домов у нас деревянные и их необходимо выравнивать. Исключением могут быть, например, каркасные дома, у которых практически идеальная геометрия и выравнивание их не нужно. То есть в стандартной ситуации, например, если у нас деревянный дом и со временем стены немного повело, и они у нас неровные нам, в любом случае необходимо использовать подвесы для того, чтобы выровнять стены. В таком случае я вообще не вижу смысла использовать деревянную обрешетку, так как сухой строганный брусок по цене сопоставим с металлическим 0,6 профилем. На мой взгляд, металлический профиль использовать намного надежнее и плюс его геометрия максимально идеальная. В таких случаях мы используем сухой строганный брусок только для каркасного утепления. Если утепление не производится, то монтаж подсистемы осуществляется прямо к стене. Для отделки окон и дверей, для того, чтобы смонтировать финишные планки, мы чаще всего используем брусок. Ну, просто нам так удобнее. Совершенно другая ситуация, когда нам не нужно использовать подвесы и стена у нас и так ровная. Например, в каркасных домах или в наших каркасных банях мы используем только брусок. То есть, если нам необходимо выровнять стены, то применяем металлическую обрешетку. Если у нас каркасный дом, то рациональнее использовать деревянный сухой строганный брусок. Такая ситуация применима для нашей Иркутской области, потому что цена бруска и металлического профиля примерно одинаковая. И как бы смысла использовать деревянный брусок для подсистемы особо не вижу. Давайте сравним два материала. Металлический профиль. Идеальная геометрия, оцинкован, защищен от коррозии, удобно монтировать, очень легко выровнять все стены. Деревянный брусок. Если говорить про сухой строганный, то вряд ли его куда-то поведет. Он будет также ровно служить, но его редко можно найти на каком рынке. И если все-таки где-то у вас продается сухой пиломатериал, то необходимо тщательно отбирать бруски и выбирать только хорошие. Итак, давайте перейдем к вопросам. Что, если не использовать обрешетку? Американцы монтируют сайдинг напрямую к каркасной стене. Да, у них существует такая практика. Я пробовал рассчитать на калькуляторе разные варианты стен с вент-зазором и без. И в некоторых случаях действительно не было влагонакопления внутри стены без вент-зазора. Но нашего климата это особо не касается. Нам необходимо делать вент-зазор. Просто мы принимаем и живем с этим. Что будет, если не сделать вент-зазор? Думаю, видели все в одном из моих прошлых выпусках. Еще один часто задаваемый вопрос. Про то, что вот такие металлические профили годятся только для внутренней отделки. И то, что у них недостаточный слой оцинкования. Если говорить о металлическом и виниловом сайдинге, то такие металлические профили отлично справляются со своей задачей. В нашем портфолио уже более 150 фасадных работ. И рекламации по поводу фасадных систем еще ни разу не было. А другое дело, когда монтируются какие-то более тяжелые материалы, например, фиброцементный сайдинг, для них уже нужна усиленная подсистема толщиной 1,2 мм. Но это немного другой случай и также в коммерческих зданиях, например, в институтах, магазинах и торговых центрах применяется также усиленная подсистема толщиной 1,2 мм. Мы на своих монтажах используем подвесы толщиной 0,9 мм, металлические профили 0,6 мм. Какое расстояние должно быть от стены до сайдинга? По всем инструкциям производителя расстояние вен зазора должно быть 4-5 см. Этого расстояния вполне достаточно для того, чтобы хорошо проветривать вот это расстояние под сайдингом. Обязательно должен быть обеспечен приток воздуха снизу и вывод воздуха сверху. Нельзя заглушать полностью наглухо эти отверстия. Какой шаг об решетке должен быть между профилями для монтажа сайдинга? И как быть с каркасным домом, у которого шаг стоек по 60 см? Для монтажа винилого сайдинга производители рекомендуют делать расстояние между профилями по центрам не более 40 см. Для металлического сайдинга это расстояние может быть увеличено до 60 см. Но, опять же, нельзя использовать слишком хлипкую подсистему. Вот такой вот подсистемы может быть вполне достаточно для монтажа металлического сайдинга. В том случае, если у вас каркасный дом, то можно применить металлический сайдинг. Либо один профиль крепить к стойке, второй профиль крепить к ОСБ. Обязательно прочтите инструкцию по монтажу от производителя вашего сайдинга. И там будет указан рекомендованный шаг стоек для монтажа сайдинга. Следующий вопрос. У металлической подсистемы может возникать коррозия в местах срезов или в местах прикручивания саморезов. И таким образом сайдинг может вывалиться. Если честно, на практике ни разу не встречал, чтобы сайдинг вываливался из этих отверстий. Даже если в этих местах наступает коррозия, то саморез никуда не вывалится. Он скорее закипит в этих местах и будет держаться еще жестче. На практике у нас были дома, которые мы разбирали, у которых было более 7 лет их отделки. И там была смонтирована металлическая подсистема. Она была в идеальном состоянии, в таком, что просто необходимо было снять сайдинг и на эту же подсистему смонтировать новый. Поэтому вопрос коррозии остается открытым. На этом у меня все. Пишите вопросы в комментариях. Это создает интересные темы для новых видео. И подписывайтесь на наш инстаграм. Ссылку я оставлю в описании. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok